Добрый день дорогие друзья, программа на самом деле возвращается в прямой эфир и сейчас мы отправляемся в гости к Алексею Журавко, с которым поговорим о празднике, который в общем-то и для населения Украины прошел бы незамеченным, если бы не инициатива Владимира Александровича, который Василия Голобородько-Зеленского, сказал, что давайте устроим флешмоб, вот в политике популярные люди каждый читает на камеру какую-то любимую ему понравившуюся статью Конституции Украины, я честно говоря к Зеленскому отношусь в этом плане спокойно, но вот представить себе Порошенко, Турчинова, Ляшко и массу других вурдалаков, таких знаете вот садистов, педофилов, которые изнасиловали девочку, а потом каждый напялил, кто-то бантик, кто-то платьичко, кто-то трусики, кто-то сандалики этой девочки и хвастаются, смотрите какие у меня сандалики девочки есть, вот это цинизм высшей пробы, когда твари, которые изнасиловали Конституцию страны, пытаются играть на чувствах людей, у которых эту Конституцию отобрали, как у родителей ребенка отбирают и насилуют, вот представьте реакцию граждан Украины, у которых нет больше девочки Конституции, а есть вот то, во что ее превратили, растерзав и раздев догола. Алексей Валерьевич, приветствую. Привет, Сергей. Ну, ты абсолютно правильно сказал, они еще в 2014 году похороны отпраздновали, как говорится, Конституции, а сегодня как бы продолжают этот гроб Конституции носить по всей Украине. Вообще-то это страшно, когда человек зачитывает статьи, любимые, и предлагает читать статьи Конституции, которые говорят по большому счету правильные вещи. Но за эти вещи, которые озвучены, особенно конституционные статьи, можно сегодня сесть в тюрьму, либо же быть сепаратистом, либо же, как я на сегодняшний день, нахожусь в знании. Кто зачитает эти статьи, вот в эфире, допустим, флешмоб проведет, ему можно сразу садиться в тюрьму, либо же быть сепаратистом. Поэтому в данный момент я считаю это цинизм самый настоящий, и то, что Зеленский сегодня предложил, мне просто позорно. Ведь из-за этих статей на сегодняшний день много у нас появилось политзаключенных, а это свыше 4000 человек. И Зеленский ничего не делает для того, чтобы сегодня эти статьи работали, и чтобы он был гарантом Конституции, он должен освободить политзаключенных, всех арестованных, он сегодня должен сам выполнять эти конституционные нормы и законы, а он их не выполняет. Он только ла-бла-бла делает, да, Сергей? Алексей Валерьевич, ну вот, тем не менее, у Голобородька нету рычагов, никаких, судя по тому, что он заявляет и что он делает. Я просто помню, старое еще, там много кто об этом говорил, да, что если не знаешь, как действовать, действуй по закону. Конституция это высший закон страны. Вот не знаешь ты, как работать, первый раз пришел работать на должность президента страны, бери Конституцию, открывай странички, читай, и вот как в Конституции написано, так и делай. Но ведь нет же, он верховный главнокомандующий, но начальник генштаба, министр обороны, министр внутренних дел, генпрокурор, министр иностранных дел, откровенно плюют ему в лицо и делают все с точностью, да наоборот, если даже он им и говорит действовать как-то вот так-то и так-то. Сергей, к сожалению, конечно же, мне стыдно, что президент Зеленский предложил, будем провести флешмоб. Стыдно именно за страну, стыдно именно за украинцев, которые терпят просто-напросто извращение такое. Поэтому в данный момент Зеленскому кажется, что это 95-й квартал. Хотя он своим действием, он не только Конституцию опустил ниже Плинтуса, он опустил в первую очередь себя ниже Плинтуса. Если говорить вот так на откровенность, на честность и говорить как бывший народный депутат Украины, потому что нельзя так к Конституции относиться. Человек, который любит свою страну, уважает государство, уважает своего президента, уважает в данный момент судебную систему, власть, он эту Конституцию будет учить и придерживаться конституционным нормам. А что сегодня Зеленский предложил? Это вы за мной повторите, но фактически вы сядете. Вот как бы я это аккарактизовал. А то, что касается непосредственно, будем говорить, этих водолаков, которые не выполняют конституционные нормы и не прислушиваются к президенту. Но это проблема президента. Помните, я когда-то говорил, что президент Зеленский эти выборы проиграл. Фактически на сегодняшний день управляет, можно сказать, Порошенковская свора и страну ввергает и продолжает ввергать в хаос. Вот и все. А Зеленский ничего не может сделать, ну плюс по последним действиям, которые Зеленский подыграл, будем говорить так, националистам. И, наверное, по просьбе кураторов Соединенных Штатов он начинает паспорта выдавать наемникам, что фактически обратно нарушает конституционную норму. Вот вам и все, вот вам и, можно сказать, разносторонний вектор. Поэтому Зеленский сам от себя не зависит. Он сегодня сам себя загоняет в тупик. И очень серьезный тупик. Да. Алексей Валерьевич, ну вот есть такой человек от Коломойского, говорят, ну бог его знает, Андрей Богдан или Богдан, который официальный чиновник в администрации президента. Так вот этот официальный чиновник фактически в своей цитате, приведенной, нарушает 10-ю статью Конституцию, когда говорит о том, что мы готовы рассмотреть вопрос предоставления русскому языку статуса регионального в Донецкой и Луганской областях после того, как они вернутся в состав Украины. Во-первых, он четко говорит, что запрещен русский язык как региональный на территории Украины сейчас везде. А во-вторых, он нарушает 10-ю, по-моему, статью Конституции, где все языки имеют равные права, они защищены государством Украины, особенно русский язык. А здесь парень говорит, русский язык, да забудьте, нет русского языка. Но мы согласны, если вы, сепаратисты, вернетесь в состав Украины, подумать, согласны о том, чтобы применить Конституцию и статью 10 в отношении только вас, а про остальных жителей Херсонщины, Николаевщины, Сапорожской области вообще разговора нет. Ну, как вы знаете, сегодня уже офис президента, а не администрация президента. Раз. Второе. Я хочу сказать, мы уже один раз за Зеленского и Голобородько проголосовали по поводу мира. Ну, что же получается, каждый день Донбасс обстреливают. Я даже не верю в тот развод, который сегодня разводят на станице Луганской. Я мало в это верю, это какая-то показуха делается. А что касается предложения, будем говорить, руководителя офиса президента, ну, я вам хочу сказать, ну, это очередная, знаете, типа, сладкий прядечек. Вот, ну, вам русский язык разрешим, а вы, типа, переходите. Я в это тоже не верю и остаюсь при своем мнении, что если люди не исполняют Конституцию, если они играют с этой Конституцией как с игрушкой, то в данный момент зачем возвращаться? Зачем? Я не вижу смысла возвращаться. Просто к таким руководителям, которые игрушками балуются, типа, только что с детского садика вышли. Но жизнь это не игрушка. Жизнь это, извините, пожалуйста, взрослая жизнь. Это судьбы людей. А баловаться с этим нельзя. Поэтому я не считаю, что надо обратно входить в детский садик кровавый, а особенно с признаками 95-го квартала смейся над людьми, которые сегодня страдают, обливаются кровью, сколько детей поривших и так далее. Это уже не Конституция. Конституция украинская – это кровавая Конституция. Всё. Её надо полностью менять и по новой делать новое государство. Пусть даже Украина останется, но только с новым смыслом, с новыми понятиями, вычищать эту всю мерзость, которая есть. Надо, чтобы специалисты пришли, чтобы на терморус ЛДНР разговаривали, чтобы люди пришли в руководство, которое понимает, что такое жизнь человека. Вот и всё. Только тогда может что-то получиться. А при сегодняшней ситуации я бы даже с ними не заехал. Поэтому вот такое моё мнение. Алексей Валерьевич, Татьяну Аркадину Жданок из Латвии привлекали к уголовной ответственности за цитату, что русские – это евреи 21-го века, имея в виду Холокост середины века 20-го. Но вот мы смотрим, и даже со своими израильскими товарищами я вконтакте, в комментариях обсуждаю, Владимир Александрович Зеленский – нормальный еврейский парень, на которого многие делали ставку, говоря, ну как, вот теперь президентом Украины избрали еврея, точно нацисты залезут под плинтус и гавкать не будут. И вдруг мы что видим, что при полном попустительстве президента Украины Зеленского во Львове празднует тысячелетний украинский рейх. 30 июня, то есть вчера, святкует и чествует Степана, ой, Степана, господи, как его, Романа Шухевича, который резню организовал 78 лет назад, уничтожал, геноцидил евреев, поляков, представителей советской власти во Львове. И вот они празднуют этот день, день погрома и геноцида. И президент Украины Зеленский боится окриком сделать, боится хоть что-то сказать по этому поводу. Сергей, ну я бы назвал так бы, мир сходит с ума, а с Украины выбивают память. В том числе и с евреев выбивают память. Ведь мы недавно видели фотографии, как Зеленский на коленях стоит у деда на своей могиле. О чем мы говорим? Но Зеленский просто оказался трусом и подлецом. Вот и все. Он предал, можно сказать, своих предков, которые пострадали от этой коричневой чумы и от этой нацистской швали, которая сегодня уходит во Львове. Если вы посмотрите, все еще вернется так, боком аукнется, что он еще пожалеет о том, что подвигает этой нацистской швали. Вот как бы я назвал. Нужно иметь стержень. Алексей Валерьевич, все-таки вот вокруг станицы Луганской, вы уже косвенно отметили, отводят. Миссия ОБСЕ подтверждает, что и наши, и фашисты отводят технику, отводят вооружение и военнослужащих. Как долго это может продлиться при условии, что будут все-таки подчиняться украинские военные украинским военным руководителям? Хотя бы военным руководителям. Но ведь там же есть проамериканские группировки, банды, которые были когда-то сотнями Майдана, которые подготовлены были именно для ведения террористической деятельности. А артобстрелы мирных кварталов, чем это не терроризм? Слушай, Сергей, надо все время отсмотреть корень, раз. Второе, анализировать ситуацию, что же на самом деле в Украине происходит. Но сегодня кураторы американские приезжают в Украину, оружием пополняют, паспорта выдают, о которых я говорил, технику потихоньку стаскивают незаметно. Недавно публиковали и видео, и плюс ЛНР подтвердили, что где-то там недалеко РСЗО находится. Но неспроста это все. Вы недавно смотрели, как приезжали с Америки военные учителя. Ненапрасно на полигоне во Львове продолжаются учения. В Одессе недавно развернули полевой госпиталь, типа принимали раненых и так далее. Ведь внутри Украины вся эта военная машина, она бурлит и продолжает бурлить. Поэтому я рано бы сегодня ни скакал бы и не прыгал и не говорил, что Кучма приехал, разводят там, миссия в БСЕ подтвердила. Я в это мало верю. Вот если честно, по той ситуации и тенденции, которая происходит, мало верю. Вы посмотрите, что творится в Горловке. Вы посмотрите, что творится на Путилонке. Вы посмотрите, как Донбасс вокруг начали обстреливать. Донецк, то есть. Поэтому как бы это у меня такое ощущение, затища перед бурей и чтобы заклевку типа Америки заклюнули. Америка просто так не сдаст ситуацию. Поэтому вот у нас, допустим, в Цирупинском районе полигон будут строить не натовцы, а деньги от НАТО выделяться. Поэтому я так бы не спешил бы говорить. Надо работать на территории Украины, подрывать всю эту американскую шваль, которая сегодня присутствует там политически, объяснять людям. Работать надо начинать, потому что это все горем закончится. Мне лично ситуация, вот лично мне, она не нравится. Я не верю. Вот я сегодня выложил свежие кадры, когда женщина в Донецке на Трудовских говорит, что мы уже привыкли от таких салютов получать. Поэтому мне мало верится. Тем более я разговариваю с донецкими жителями. Они говорят, что это дерьмо не прекратится до тех пор, пока насильно не нагнут и не заставят к перемирию вести всю эту ситуацию. Только насильно можно этих родолаков заставить, чтобы мир пришел на территорию Донбасса. Вот мое личное мнение, и я остаюсь прежним. Но мы оттягиваем время, Сергей. Мы как-то пытаемся эту всю ситуацию растянуть. Но все равно этот чин как лопнет, мало не покажется никому. Личное мое мнение. Алексей Валерьевич, говорят, что Бог Троица любит. Вот примерять украинцев, украинскую армию приходилось дважды в двух котлах. Иловайский и Дебальцевский. Я так понимаю, что третий котел будет для них последним. Но мы почему-то молчим, мы терпим и не отвечаем на провокации. Последняя провокация четко была под саммит Большой Двадцатки. Очень нужно было в очередной раз каким-то там глобалистским силам сорвать встречу Путина и Трампа. Ради этого дали команду украинским воякам лупить, из чего попало по кварталам мирным. Ну а в это же время ваш бывший коллега и мой бывший земляк Чубаров Рифат Ибн Абдурахман сделал заявление о том, что украинская Днепровская вода пойдет в Крым только тогда, когда Россия выведет войска, выведет всех оккупантов. И только вот рассчитавшись по долгам за оккупированный Крым, вот только тогда мы поэтапно начнем открывать заслонки и пускать Днепровскую воду на поля Крыма. Вы человек из Херсонской области и знаете, как мучаются с этой Днепровской водой, которая не идет в Крым ваши земляки. Вот хотелось бы о Рифате Чубарове и о херсонцах в этом контексте еще раз напомнить зрителям. Сергей, дело в том, что Рифату Чубарову я давным-давно дал статус. Это настоящий террорист, беспредельщик, вор, который не только не любит свою страну, но и окружающих людей и окружающие страны не любит. Это жадная тварь, которая рано или поздно ответит за все свои злодеяния. Террорист, он для меня и в Африке, как говорится, террорист. Поэтому вот как бы я ответил на это все. А все его злобные заявления, ну что ж, карлик там что-то там бурчит, под нос рассказывает. Но это его проблема. Крым, я думаю, справится с проблемой воды. Жалко, что только страдает население, страдают люди Херсонской области. Да и не только частично. Крым там страдает. Понятно, что рано или поздно все устаканится. Алексей Валерьевич, уговаривались перед эфиром, что не будем вспоминать выборы. Давайте выборы и не будем вспоминать. Поговорим о будущей просто конфигурации Верховного Совета Украины. Ведь парламентская президентская республика. На ваш взгляд, девятый парламент Украины, в котором вот этих вот отмороженных поросюков, гаврилюков, семенчинок заменят кряклы, офисные мальчики какие-то вот эти вот с израильским гражданством в том числе. Вот чем будет отличаться новый парламент от того, который почти ушел? Да практически, если честно, ничем. Многое зависит от мажоритарки. Но смотрю, кто по мажоритарке идет, я вообще-то ужаснулся немного. Ну, по всей Украине так предварительно посмотрел. Нациков нельзя скидывать со счетов. Того же самого пока мисс Порошенко нельзя скидывать с его мажоритарщиками, с его политической силой. Да, он идет на грани фола, но надо его добивать, и за него голосовать нельзя, за Нациков тем более. Конечно, Зеленский будет лидировать, как бы не хотели. Если говорить о Медведчевке и о другой политической силе, оппозиционной. Ну, как бы у них падение, будем говорить так, Украина в аморфной обстановке находится, потому что летний сезон, поля и так далее. Плюс надо обратить внимание на мажоритарщиков еще раз надо обратить внимание. Мне кажется, что этот парламент не будет очень хороший, и он долгим не будет. Если тот парламент с помощью силы держался, то здесь лебедь, рак и щука такая будет, что... Тем более на базе Зеленского как можно строить, если что ни слова, то обман, что ни слова, то обман. Поэтому людям... Тут надо смотреть, как еще люди проголосуют. Поэтому, как бы, будут большие проблемы. Но то, что парламент этот не решит и не закончит войну, в этом я тысячу процентов уже вижу наперед. Зависимость будет от Америки полная. Потому что многие люди, со всех, кого бы ни взял, многие зависят от Америки. Это лично мое мнение. Алексей Валерьевич, коль парламент этот недолго просуществует, может быть, стоит левым силам, я имею в виду и коммунистов, и Василия Александровича Волгу, и независимым левым каким-то кандидатам, я имею в виду с левой идеологией, потихонечку сближаться, объединяться, создавать какой-то предвыборный блок к следующим уже выборам. И идти в народ по старинке, о чем-то говорить с людьми или бесполезно? Просто времени будет год-полтора. Во-первых, им не дадут, как и сегодня, я вижу, по судам не дают. Во-вторых, а дожить бы еще до следующих парламентских выборов, и останется ли Украина в таком составе, с областями, с регионами? Потому что, сути по всему, я так смотрю, что происходит на внешнем векторе, в Европе что происходит, как бы ни произошло, как в этом фильме «Голобородька», когда Украина вся будет разделена на кусочки. Вот чего надо бояться. Поэтому Украина-то на сегодняшний день висит на волоске. Ну и заканчивая... В такой целостности. Заканчивая эфир, все-таки много слухов и инсайдов прорывается, что, в общем-то, американцы, я имею в виду республиканскую составляющую Госдепа, отмежевываются от Украины. Они решили посмотреть со стороны, как будут здесь, внутри этой баночки, пауки друг друга жрать, и грубоко вмешаться не будут. Насколько вот это реально, что отодвинутся американцы? Ну, я думаю, сейчас это маловероятно по одной причине. Политический бомонд, будем говорить, этой позиции может и отдаляться. А вы возьмите демократов и возьмите ту военную машину, которая работает для того, чтобы не отдаляться, да? Ведь все-таки ЦРУ работает, спецслужбы работают. Не так легко отдаляться. Поэтому, если сегодня думать, я думаю, что это навряд ли. Политический может быть и так, а внутреннее состояние, так как машина настроена против России, а Украина сегодня хорошо заведена против России, да? И она на сегодняшний момент такой раной является, которая ударила по славянскому народу. Я не думаю, что сейчас это все прекратится. Ну что ж, будем со стороны пока, к сожалению, наблюдать за тем, что происходит на этой территории, в надежде, что все может быть вдруг, неожиданно, спонтанно, либо подготовлено, измениться буквально за одну ночь. В общем, поживем, увидим. Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное и хорошей рабочей недели. До встречи. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавко был гостем программы «На самом деле». Мы же вас ненадолго покинем, сейчас вернемся и продолжим.